Для защиты электрических приборов в своей квартире или загородного дома рекомендую всем безоговорочно устанавливать однофазное реле напряжения, которое контролирует напряжение в сети и в случае его повышения или понижения отключает их от сети. До того времени, пока уровень напряжения вновь не восстановится до нормального. Напомню, что в однофазной сети 220 вольт предельно допустимое отклонение напряжения составляет от 198 вольт до 242. Напряжение в сети может измениться в любое время и по многим разным причинам. Это может произойти в случае повреждения питающего кабеля, например, при земляных работах, либо по причине обычного человеческого фактора, то есть ошибки электрика, который в подъездном щитке случайно кусанет, выкусит магистральный ноль. Напомню, что автоматы и УЗО установлены в щитке на изменение уровня напряжения в сети никак не реагируют. Автомат защищает линию от короткого замыкания или перегруза, а УЗО служит для защиты людей от поражения электрическим током. Но самое страшное то, что доказать, что тот или иной электрический прибор в вашей квартире сгорел именно от скачка напряжения, очень тяжело, а значит и привлечь виновных к ответственности практически нереально. В качестве реле однофазного напряжения можно применять устройства разных производителей. Например, RN113 от Novotec Electro, УЗМ50M или УЗМ51M от электротехнической компании Meander. У компании ABB существует множество устройств подобных устройств. У Ресанты, у DS Electronics, Zubar и многие другие. В сегодняшнем видео я расскажу вам о реле напряжения RV32A от компании EKF, который я приобрел и планирую установить для защиты бытовой техники своей квартиры. Реле RV32A это микропроцессорное устройство, которое контролирует напряжение в однофазной сети переменного тока и защищает электрооборудование от перепадов напряжения. Реле RV32A устанавливается в щитке на стандартной 35-миллиметровой DIN-рейке. По месту занимает всего два модуля, в отличие от ее аналогов, перечисленных в начале видео. Схема подключения реле очень простая. Питание снизу, сюда подключается фаза, сюда ноль. Вот у меня источник питания. Опять же я проверяю его, изначально все реле проверяю на своем стенде, а потом уже устанавливаю в электрические щитки. Так, здесь же по питанию на выходе я подключил мультиметр, вернее электроизмерительные клещи. Латром буду урегулировать напряжение питания, а в качестве нагрузки подключена лампа. На центральной панели у реле RV32A расположены 4 регулятора. Этот регулятор, это уставка максимального напряжения. Диапазон находится в пределах от 225 до 275 вольт. Ну, обычно я ставлю 230 вольт, то есть, ну, можно 235 вольт поставить. То есть, при этом напряжение реле отключит нагрузку от сети. Так, дальше то же самое, только в сторону минимального напряжения. То есть, предел минимальных уставок находится от 165 вольт до 215 вольт. Ну, обычно минимальное напряжение я устанавливаю 210 вольт. Этот регулятор, это выдержка времени на срабатывание реле. То есть, либо идет превышение напряжения, либо идет понижение напряжения. Оно срабатывает с выдержкой времени от 0,1 секунды до 10 секунд. Давайте для примера выставим 0,1 секунду. То есть, как только напряжение превысит 235 вольт или снизится меньше 210 вольт, то реле за 0,1 секунду, то есть, почти мгновенно, отключит нагрузку от сети. Итак, у нас остался четвертый регулятор. Это регулятор автоматического повторного включения реле. Итак, напряжение в сети у нас составляет 220 вольт. На центральной панели горит желтый светодиод RT. Это символизирует о том, что напряжение в норме. Реле замкнуло свой контакт. То есть, лампочка горит. Сымитируем снижение напряжения в сети. То есть, уставка у нас выставлена на 210 вольт. Так, поехали. Выдержка времени, напомню, на срабатывание, то есть, на отключение реле, составляет 0,1 секунду. То есть, почти мгновенно. Итак, смотрите. Снижается 215. Видите, лампочка погасла. Горит индикатор. Горит индикатор. Напряжение уменьшено. Напряжение так и держится какое-то время на этом уровне. Не повышается, не понижается. Или, наоборот, еще уменьшивается. Допустим, вообще до 160, до 150. Вообще 130, например. Ну и, предположим, по каким-то чудам напряжение начало восстанавливаться. Видите, заморгал желтый индикатор. То есть, реле включило нагрузку при уже 216 вольтах. Перед тем, как включить нагрузку, желтый индикатор начинает мигать. Это символизирует о том, что происходит отсчет установленного времени перед включением нагрузки. Здесь бы хотел упомянуть о том, что восстановление напряжения на нагрузке происходит при 3% от предустановленного напряжения. 3% от 210, это примерно плюс 6 вольт. То есть, при 216-217 вольтах реле должно включить нагрузку в сеть. Итак, напряжение в сети у нас составляет 220 вольт. Вот, сымитируем повышение напряжения выше этого значения. То есть, уставка в данном случае у нас выставлена на 235 вольт. Итак, смотрите. Повышаем напряжение. Оп, 234 вольта. Ну, плюс-минус погрешность идет. Желтый индикатор заморгал и горит красный индикатор повышения напряжения. То есть, мы видим, что в данном случае 235 вольт. Реле отключило нагрузку по причине повышения напряжения в сети. Напряжение держится. Там 240, 250, 267 вольт, например, некоторое время. При таком напряжении запросто уже сгорят какие-то электрические приборы, выйдут из строя электрооборудование, тот же телевизор. А теперь еще раз. Выдержки времени я выставил минимальные. То есть, 0,1 секунда на срабатывание и 0,3 секунды на возврат, то есть, на включение нагрузки при восстановлении напряжения. Вот напряжение сети 220 вольт. Уменьшаем. Лампочка горит. Уменьшаем напряжение. Отключилась нагрузка. То есть, при 213 вольт лампочка уже не горит. Горит индикатор напряжения уменьшен. Восстановилось напряжение. Обратно 220, там 222 вольта. Все, лампочка горит. Нагрузка включена. Увеличилось напряжение в сети. Оп! 235 вольт. Горит индикатор повышения напряжения в сети. Нагрузка отключена. То есть, лампочка не горит. Уменьшилось напряжение. Пришло в норму. Все. При 224 вольт. Горит желтый индикатор. То есть, сеть в норме. Лампочка нагрузка горит. Лампочка горит.